Здравствуйте, друзья! Сегодня в выпуске. Какова вероятность проведения соревнований в 2020 году? Татьяна Тарасова помогает Медведевой в работе над короткой программой. У дочери Тутберидзе перелом ноги. Ну а теперь обо всем по порядку. Российское фигурное катание несет потери после возвращения с карантина. Недавно до 4 Тутберидзе Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным, объявила о пропуске контрольных прокатов из-за перелома ноги. По ее словам, в Гипсе предстоит провести 6 недель, из которых 4 уже прошли, а восстановление займет еще несколько месяцев. Таким образом, Дэвис травмировалась уже после отъезда из США ее матери, которая сопровождала Диану во время пандемии за океаном. Российской юниорке в комментариях желают скорейшего восстановления. По желаниям здоровья присоединилась и сама мама фигуристки, написав «Выздоравливай, доча». В каком-то смысле, если можно так говорить, Дэвис повезло. Вчера одновременно с новостью о травме было объявлено об отмене юниорской серии Гран-при, поэтому восстановление Диана может проходить спокойно, не форсируя лечение. Для танцев такая тяжелая травма – редкость по сравнению с одиночным и парным катанием, где регулярно совершаются прыжки. Дэвис и Смолкин с прошедшего сезона – пара основного состава сборной России, которая попала на юниорский чемпионат мира. Саранский на национальном первенстве «Звездный дуэт» опередил Елизавету Ходобидееву и Андрея Филатова, и не сказать, чтобы проигравшие были сильно довольны оценками. Поддержка федерации у этих ребят наверняка будет, что не отменяет их собственных заслуг. Учитывая паузу в соревнованиях, Дэвис и Смолкин не должны лишиться статуса «Надежда» основной сборной, но конкуренция в российских танцах сейчас сумасшедшая, а травмы часто имеют остаточные явления в будущем. Будет очень обидно, если Дэвис, история которой сплошное преодоление, не сможет удержаться в элите из-за такого обидного происшествия. Напомним, долгое время у Дэвис были проблемы со слухом из-за перенесенной в детстве тяжелой простуды, но недавно фигуристка заявила о победе над недугом. В этом межсезонье Дэвис и Глеб Смолкин перешли из Балашханского олимпийца в самбо-70. В противоположном направлении проследовала Алена Канышева, подававшая надежда одиночница, которой пришлось перейти в танцы также из-за травмы. Правда, сама она в Инстаграм утверждала, что сказались последствия травмы, полученные еще в снежных барсах до перехода к Тутберидзе. Но понимание эти объяснения у многих пользователей не встретили. Как после травмы можно было выучить четверной тулуп, не очень понятно. Хотя пандемия и коронавирус уйдет на спад, и в большинстве видов спорта возвращают соревнования, в фигурном катании до сих пор затишье. Сезон должен был начаться в конце августа с юниорской серией Гран-при. Но первый этап сначала перенесли на сентябрь, а затем и вовсе объявили об отмене всей юниорской серии. Более того, под ударом может оказаться и взрослая серия Гран-при. Китай отказывается от проведения этапов у себя, японцы не хотят выезжать за пределы родины. Что будет международным сезоном и какие турниры могут стать заменой привычным соревнованиям? АСЮ до последнего стремился сохранить этапы юниорской серии. После того, как от своего этапа отказалась Словакия, а затем и Канада, Союз перекроил календарь и сократил количество этапов до шести. Канадский этап перенесли в Ригу. Однако на прошедшем заседании Совету АСЮ пришлось признать, что в нынешних условиях серию провести невозможно. На это решение повлияло несколько факторов. Во-первых, ряд стран действительно готовятся ко второй волне коронавируса и в рамках борьбы с эпидемией ограничивают права граждан на передвижение и запрещают спортивные мероприятия. Во-вторых, юниорская серия Гран-при убыточна и не приносит ни АСЮ, ни организаторам серьезного дохода. Появился повод отказаться от проведения этапа и им воспользовались. В-третьих, ряд федераций не видит смысла в этой серии. Так, например, в Японии, где федерация уже давно запретила спортсменам участвовать в юниорской серии. При выполнении всех санитарно-эпидемиологических правил и со сменой мест бюджет серии возрос бы в несколько раз, возросли бы и убытки. Получается, сейчас фигуристы по всему миру разучивают новые программы и готовятся к сезону впустую, ведь может получиться так, что до января ни одного крупного турнира по фигурному катанию не будет. АСЮ предлагает в качестве альтернативы проводить больше мелких международных турниров в разных странах и обещает оказать желающим заняться организацией таких соревнований финансовую поддержку. В частности, такие турниры, по мнению Совета АСЮ, могут хотя бы частично заменить отмененную юниорскую серию Гран-при. Также могут поступить и со взрослой серией. В случае ее отмены, челленджеры и турниры серии Б могут получить гораздо больше топовых участников и продавать права на трансляцию телекомпаниям, окупая возросшие траты. На ход карьеры Александры Трусовой под руководством нового тренера, желающие посмотреть будут на любом турнире. Поэтому организаторы таких турниров точно не будут торопиться с их отменой, наоборот, приглашая большее количество участников. Тем более, что челленджеры напрямую не управляются АСЮ и обладают в этом плане политической свободой. Переосмыслить в условиях мандемии необходимы и внутренние старты. Татьяна Тарасова неоднократно предлагала отправить всю сборную России колесить по стране, участвуя в этапах Кубка. Поэтому она не видит ничего страшного и в отмене юниорской серии Гран-при. Подрастающее поколение получит опыт, соревнуюсь вместе со взрослыми на всероссийских стартах. У Кубка России множество проблем. Прямо сейчас это соревнование со странным регламентом и статусом, которое проводят на старых аренах и без телестрансляций. Но участие в этапах серии звезд уровня Анны Щербаковой и Алены Косторной может изменить ситуацию. Так уже один раз произошло, когда финал Кубка России в Великом Новгороде стал отборочным турниром к чемпионату миру. Под битву Евгении Медведевой с Елизаветой Кутамышевой Федерация фигурного катания России организовала пресс-центр и продажу билетов зрителям. А первый канал показывал женские соревнования в прямом эфире. А вот генеральный директор Федерации фигурного катания Александр Коган сообщил, что контрольные прокаты юниоров пройдут с 10 по 19 августа, несмотря на отмену юниорской серии Гран-при. «Отменять прокаты не будем. Они определяют не только готовность к соревнованиям. Это этапный контроль за подготовкой спортсменов. Все, что у нас запланировано, мы будем пытаться делать в полном объеме, потому что спортсменам необходима эта практика. Они пройдут в закрытом режиме на базе Новогорске. Юниорские прокаты каждый год проходят по видам танцы, пары, а затем одиночное катание. В этот раз все будет так же. Прокаты завершатся 19 августа выступлениями одиночников», — сказал Коган. Также Александр Коган заявил, что Федерация фигурного катания России готова к отмене международных стартов в связи с пандемией коронавируса. «У нас разработаны все планы действий на случай отмены и юниорского Гран-при и других соревнований. Можно сказать, что у нас есть планы на все случаи жизни. Речь не только о плане А или плане Б, а также о С, Д и далее. Но раскрою их только когда будет решение по этапам взрослого Гран-при», — сказал Коган. Также олимпийский чемпион Алексей Ягудин считает, что международные соревнования по фигурному катанию из-за коронавируса не будут проводиться до следующего года. «Думаю, лучшее, что может сделать наша Федерация, это увеличить количество внутренних соревнований. Мы видим, что и сейчас в футболе играют только национальные чемпионаты. Почему бы нам в России с нашим составом фигуристов не сделать из условного Кубка России свой крупный старт? Он ничем не будет уступать по составу чемпионату мира, а среди девочек даже сильнее состав будет. Если это все проводить на хороших аренах со съемкой Первого канала, то такие турниры будут смотреть миллионы. Люди соскучились по фигурному катанию. Я не верю, что международные соревнования возможны до следующего года. Почти уверен, что их не будет. Но у нас полно фигуристов, чтобы из Кубка России сделать соревнования уровня Гран-при», — отметил Ягудин. Татьяна Тарасова принимает участие в подготовке Евгении Медведевой к новому сезону. Об этом рассказал тренер 20-летней фигуристки Брайан Орсер. «Мы связываемся с Евгенией 3-4 раза в неделю. Она сейчас в Москве. Сегодня у нее должна быть тренировка с Татьяной Тарасовой. Они работают над короткой программой. Я помогаю Жене с техникой. Тресси Уилсон шлифует все в целом. И это работает. «Знаете, мне даже нравится такая работа. Потому что меня никто не отвлекает. И я концентрируюсь только на Медведевой». Короткую программу Жене поставил Джеффри Баттл. А Тарасова делится с ней своими отзывами и мыслями, как программу сделать еще лучше. «Она делала то же самое и в прошлые сезоны. Я очень уважаю ее и ценю за знания», — сказал Орсер. Медведева в данный момент занимается в Москве на катке ЦСКА и не может покинуть Россию из-за закрытых границ. Общение с тренерским штабом у фигуристки происходит посредством видеосвязи. Спортсменка прибыла в Россию из Японии, где она должна была принимать участие в шоу. Ожидается, что после открытия границ Медведева вернется в Торонто и будет тренироваться под прямым руководством Орсера. Минувший сезон для Медведевой закончился еще до наступления 2020 года. Серебряная призерка Пхенчхана выступала на чемпионате России. В Красноярске спортсменка снялась с произвольной программы из-за повреждения конька и не смогла побороться даже за место запасное на чемпионате Европа и мира. Ранее ученица Брайана Орсера стала второй на росте Ликом Кап и показала пятый результат на скейт Кеннеда, не сумев пробиться в финал Гран-при. Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе и ее подопечная Алина Загитова попали на обложку журнала «Пируэт». Издание публикует статьи о фигурном катании. Выпуск, главным лицом которого стали Тутберидзе и Загитова, стал двойным за июль и август 2020 года. Сообщается, что продажи начнутся с 28 июля. Алина Загитова попала в команду Тутберидзе в 13-летнем возрасте. На Олимпийских игр 2018 года ей удалось завоевать золотую медаль. В декабре прошлого года российская фигуристка выступила с заявлением о том, что решила приостановить спортивную карьеру. Несмотря на паузу, она была включена в состав российской сборной на будущий сезон. Продолжение следует... Продолжение следует...